Привет всем хорошим людям, привет дорогие друзья. Простите, что не был 5 дней в эфире, провел практически все 5 дней на колесах. Мы доставляем все самое необходимое, то что надо на сегодняшний день для наших ребят, для наших медиков. Знаете, кто-то очень хорошо сказал, что вот спустя 2 месяца, как Россия пытается оккупировать территорию Украины, если тебя за эти 2 месяца ни разу не назвали фашистом, бандеровцем, националистом, значит ты что-то неправильно в этой жизни делаешь. Друзья, сегодня будет небольшая солянка, мне просто есть необходимость с вами пообщаться, чуть-чуть выговориться, завтра опять в дорогу, поэтому начинаем. Привет, друзья, друзья, мы из Украины, это Беларуси. Сейчас это чисто видео для Саши Балаганова и зрителей, подписчиков Саша. Это вот Саша, деньги на трубу, которую присылали, что люди собрали, труба для снайпера, отправляю сегодня. Вон там стоит бус и с полным бусом всего, что нужно каждому по чуть-чуть во все города Украины. Давайте, ребята, давайте гасите этих оккупантов, и чтобы мирное небо и мир воцарился в Украине. Слава Украине, живи Беларусь. Я начать хотел именно с этого видео, чтобы сказать огромное спасибо Вячеславу Сикории и Хелен Минской. Они помогают, в частности, нашей армии, батальоном, мне, с логистикой, с поисками необходимых вещей очень-очень сильно. Ребята, спасибо вам огромное, слава Украине, живи Беларусь. То есть, знаете, у нас сейчас каждый день звучат большие взрывы. Саперы находят очень-очень много, и потом взрывают это в полях, иногда дрожит даже земля. Собирают всю технику, уже томирскую трассу уже практически очистили. Где-то на обочинах еще остались танки, подбитые рашистов. Вот, саму трассу уже зачистили, мосты поделали, разгрузили немножко, скажем, пробки. И все равно они большие, мостов не хватает, чтобы заезжать в Киев. И я вам хочу показать маленькую картинку, это вот, что сейчас в Ирпине, когда собирают уничтоженные гражданские автомобили, как это выглядит. Сейчас, знаете, хотел бы немножко усатом таракане свои мысли сказать. Я общался со многими политиками-дипломатами. Много сейчас вбрасывается, что Лука пытается кинуть, играть на мировую, кинуть Путина. Маккей пишет письма. Это все фикция. Назначил новые учения. Копает себе вдоль границы с Украиной копы. Сейчас у них начались учения, как вести себя артиллерией в условиях боев в городах. Поэтому все эти сказки, что ООН будет торговаться, пытаться, мне кажется, это все фикция. Его уже никто не будет воспринимать. К нему надо точно такую же применять дубину большую, международную, точно так же, как и к Путину. Они оба должны быть на скамье подсудимых. И то, что ООН официально начала расследование преступлений, то эта сладкая парочка должна оказаться в тюрьме. Я считаю, это два равноценных диктатора и убийцы. Поэтому о них много говорить не буду. Просто вам покажу. Вот такой видеоряд интересный сделали ребята. С территории нашей Беларуси Российская Федерация ввели свои войска на территорию Украины. И угадайте, что они там делают? Бомбят, воюют, захватывают территории, нападают. Ай, тупицы. Они проводят спецоперацию по спасению Украины от украинцев. И еще, никто их не бомбят. Это сами украинцы себя бомбят. Они даже хотели напасть на нашу Белоруссию. Вы это знаете? Да нет. Тогда я вам покажу. За шесть часов до начала операции главный бендеровец галактики Дарт Вейдер со своей армией звездных воинов готовились нанести ракетный удар по нашим позициям. Да ну нафиг. Поэтому пришлось напасть на них первыми. Получается, на них все-таки напали, да? Нет, не нападали. Это они хотели напасть. Поэтому мы на них напали, чтобы они на нас не напали. Не задавай вопросов. А то я сам запутался. Да и вообще, эти украинцы мне не нравятся. У них страна какая-то неправильная и пугающая. Просто жесть. Например, там народ может менять правительство и выбирать президента. Это катастрофа. Такое совершенно недопустимо. Итак, напомню, скоро начнется вторая спецоперация. Так что будьте на готове. И во сколько начнется это, шеф? В 4 утра. Ровно. Ну, уже 3 часа дня. Кооперация готова! Весь мир, кажется, наконец-то, спустя 2 месяца прозрел. И много разговоров о том, что собрались 40 министров обороны. В Рамштайме вроде как все достаточно вменяемые, понимают, что происходит. Понимают, что полностью перерождение Гитлера произошло только в худшей эпостазии. Потому что помои, которые льются с федеральных каналов, касаются всех стран. Они хотят всех убивать. Путин продолжает всех пугать. Но, судя по всему, мир уже перестал бояться. Уже его вечные рассказы, а мы попадем в рай, уже ни на кого не работают. Мир принял этот вызов. Жалко, что он проходит на нашей территории. Но наша страна бьется за свою родину. Сегодня оккупанты уже до того обнаглели. Все рассказывали, что в Херсоне, на Майске, планируется какой-то референдум. Перепись населения идет. Будут признавать ХНР. Сегодня Рея новости написала, согласно какого-то коллаборанта, который сидит в Херсоне. Ему срочно вручили власть. Что никакого референдума больше не будет. Это русская земля. Мы избавились от нацистов. И это будет Россия. Все. Уже даже не парятся с никакими фикциями. Уже в открытую говорят, мы оккупанты, мы пришли вас захватывать. Арестович был на Еврорадио. Кто не смотрел, посмотрите. Он общался про Беларусь. Я оттуда вырежу только один момент. И вам хочу показать. Это то, что он сказал про белорусских добровольцев. Так оно и есть. Белорусские добровольцы – это одна из самых боеспособных частей вооруженных сил Украины. За что могут гордиться белорусы? За своих земляков на поле боя. Так как сражаются белорусы, дай бог сражаться многим силам. Они блестящие образцы личного мужества, храбрости и военного искусства демонстрируются. И если я не ошибаюсь, даже герои Украины вроде как есть уже среди них. Но надо уточнить. Потому что, опять же, вал информации сложно сказать. Но точно есть награжденные государственными наградами Украины. За мужество и героизм. И они с 14-го года воюют. И это лучшие образцы поведения на поле боя. То есть, вот сразу вспоминаешь белорусский флаг, где белый рыцарь сражается со злой. То есть, белорусы рулят на поле боя. Очень мужественные люди, очень профессиональные люди и так далее. Так что, огромное спасибо всем белорусским добровольцам, которые борются за нашу и вашу родину. Знаете, я хотел, не успел просто сделать отдельную серию, где Путин слизывает с луки все, что тот натворил с 20-го года и применял к обществу. И вот тут они решили скопировать отрезание языка озаренку. Опять сделали это криво, боком. Самое больше вы, наверное, видели в этих расследованиях. Где вот как надиктовывали, как книжку Гитлера подписать, так и подписали. Подпись неразборчива, вот как по телефону говорят, пиши дорогому там Васе, ты-ты-ты, с подписью такое. А тут говорят, подпись неразборчива, так и пишут, подпись неразборчива. Парики зеленые, паспорта поддельные Украины. Зачем москвичам это надо? Ну, не важно. Не хочу разбирать. Мне кажется, что Путин может пойти дальше. И теперь Соловьеву реально надо бояться, потому что принесет его в сакральную жертву. Вот много в последнее время гнал, что операция буксует. Как это так крейсер потопили? Что у нас в генштабе за люди? На Пескова гнал? Ну, возможно, не на тех батон крошил, как у них там говорят. И ему надо переживать. Очень сильно. Этот муж Симонян выдал Казахстан, ай-яй-яй, ты следующий. Что это такое? Ему казахи конкретно ответили, что Казахстан болеет за Украину и переживает. И пусть она победит. А ты нам не рассказывай, дорогой муженек, который заболел фашизмом. То ли от Симонян, то ли Симонян от него заболел. Поэтому наши с диктаторами, ой, с диктаторами, с пропагандонами могут работать только, как они сами рассказывают, боевыми группами птиц. Это видео старое, но оно очень актуально относится к Соловьеву на сегодняшний момент. Особенно в конце, когда стоит боевая украинская чайка на мосту. Ну, посмотрите. Соловьеву на сегодняшний момент. Поэтому Соловьиный помет, он Соловьиный помет. Но он еще не знает, что на всю бригаду пропаганды у нас наконец-то закончились испытания с бандеровскими курями. Цыплята уже подросли. И скоро весь этот Соловьиный помет, Скобеева, Симонян, кто там этот гей на передержке. Они получат свою порцию помета. Так, бандеровские куры прошли тренирование. Ревняйсь! Видите, дисциплина четкая, объединилась вся страна, птицы и животные. Поэтому расистам тут не рады очень сильно абсолютно все. Знаете, сейчас хочу вам поставить маленький сюжет, что должно же такое произойти, что и в Беларуси, и в лукашизме, и в Путинастане должен рано или поздно найти свой Штирлиц и сделать примерно вот такое. А я сейчас вам покажу, откуда... Поэтому всегда должен найтись возле диктатора либо какой-то графин, либо бутылка воды, и рано или поздно должен появиться свой Штирлиц. А закончить я хотел бы это видео, друзья, классным видео, которое берет за сердце, за душу, и Украина обязательно победит. Если вы, друзья, смогли досмотреть до конца, значит мы с вами на одной волне. Подписывайтесь, скоро нас будет 100 тысяч. Слава Украине, живи Беларусь, ЛГА, Казахстан. Диктаторам, конечно, хотелось бы публичный трибунал, мировой. Но если найдется Штирлиц, я не против. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok